МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Листы совместно с Министерством инфорполитики Украины инициируют признание 26 февраля днем сопротивления крымчан российской оккупации полуострова. Помощь переселенцам. В городе Ирпень появился новый общественный центр для вынужденно перемещенных лиц. 18 декабря в Москве прошла 11-я по счету пресс-конференция президента России Владимира Путина. Второй год подряд ее смотрят не только в своей стране, но и в Украине. Вопрос главе государства-агрессора смог задать киевский журналист Униана Роман Цымбалюк. Он спросил про минские соглашения и политузников. По мнению Путина, договоренности следует исполнять, конфликт гасить политически, а пленных с обеих сторон обменивать. Украина. Дайте микрофон, пожалуйста, сюда в первый ряд. Не устаю повторять об этом. В контексте ваших утверждений, что на Донбассе нет российских кадровых военных, хотел вам передать привет от капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Третья бригада, город Тольятти. Скажите, вы будете их обменивать на Сенцова, Савченко, Афанасьева, Кольченко, Клыха? И этот перечень очень и очень еще не закончен. Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Первое. Второе. Вы назвали там двух-трех человек или двух человек, которых предлагаете менять. А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Во-первых, обмен должен быть равноценным. Путин пожаловался, что Россия аннексировала очень проблемный регион. По его словам, ремонтировать за счет бюджета приходится почти все. Однако он намекнул, что большие денежные вливания скоро закончатся, ведь и другие регионы нуждаются в поддержке. Вот сейчас мы занимаемся электроэнергетикой. Крымэнерго, оборудование Крымэнерго не обновлялось с 70-х годов прошлого века. Как будто вообще и не было необходимости этого делать. С 70-х годов стоит оборудование Крымэнерго. И база флота такая же. И там нужно очень много сделать для развития инфраструктуры. Но сказать, что Севастополь должен быть исключительно базой флота, было бы неправильно. Посмотрите, нам еще очень-очень много нужно сделать во Владивостоке. Говорили о Турции, Украине, Сирии, вместе России в мире, санкциях, падении экономики, ценах на нефть, ИГИЛе и о многом другом. В общей сложности пресс-конференция длилась более трех часов. Свой вопрос-просьбу смог задать и председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. По его мнению, самое важное для жителей города полумиллионника узнать, смогут ли отставники военно-морского флота носить кортики на пенсии. Пока вся Россия прильнула к экранам телевизоров, слушая президента Владимира Путина, выступающего на итоговой пресс-конференции, съемочная группа службы новостей «Волна» провела эксперимент. Мы попросили крымчан почувствовать себя журналистами и задать Путину вопрос. Я бы спросила у президента, будет ли в России подниматься чаще вопросы о сельской местности. Потому что у нас в сельской местности все происходит по остаточному принципу. В последнюю очередь освещение, в последнюю очередь водоснабжение, в последнюю очередь инфраструктура, дороги. Нет ни аптеки, ни библиотеки, ничего для развития детского творчества, абсолютно ничего. То есть деток мы возим в город, в школу, в город, в садик. Нет возможности даже подрабатывать. Молодежь вся работает в городе. То есть когда будет подниматься село. Следующий вопрос о благоустройстве набережной Симферополя. Я им вообще восторгаюсь, Путину. Столько энергии, столько всего. И для нас, для пенсионеров, дело очень хорошо. Я им довольна. Ну что спросить? Не знаю, это вот, допустим, привод набережной в порядок, это не его же, это деятельность наших городских властей. Можете провести, показать, какие это. Это уже должны местные, так сказать, власти делать. Молодое поколение поинтересовалось бы, когда Россия помирится с Украиной. Хотелось бы, наверное, спросить, когда уже все устаканится с Украиной, когда уже Крым начнут нормально признавать, ну и вообще, когда мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Журналисты встретили и студентку из Херсонской области. Еще в 2014-м девушка хотела перевестись в ВУЗ на материковой Украине, но не получилось. Она рассказывает, в Украине крымчан не любят. Он хороший президент, что мне можно сказать. Я поступала сюда при Украине, как бы и осталась. Я собиралась переводиться, но как бы с нашей властью я предательница. И университеты не сильно жалуют студента граждан Украины. На это они говорят, что добро пожаловать. А на самом деле, когда звонишь им в Министерство образования, они говорят, подащите университет, который к вам будет лояльно относиться. То есть не будут придираться за то, что я училась в Крыму. А вопрос к Владимиру Путину у девушки такой. Скорее просьба. Хочу получить гражданство России. И все делаю ради этого, чтобы получить. Социальная сфера чаще всего интересует крымчан. Люди беспокоятся за свои пенсии, зарплаты, стипендии. Я хотел бы спросить, может быть, будет ли индексация в 2006 году пенсии. Да, в 2016 год. То есть цены выросли. Пока так более-менее ничего, пенсии так более-менее хватает. То есть все равно вот это, что хотел бы что-то купить хорошее, уже, конечно, так не купишь. Будут ли повышены стипендии? 1400 стипендий у моего сына будет ли повышена? Молодые крымские мамочки обеспокоены проблемами трудоустройства. Крым – это вообще, как бы, такой город здесь, продай-купи, как бы, да. Вот, то есть нормальную работу, как бы, найти здесь, как бы, ну, проблематично. В основном, как бы, официально не трудоустраивают. Вот это, как бы, такая проблема, да. Да так, в принципе, не знаю. Сейчас цены здесь, как бы, больше, чем зарплаты. Вот это проблема. Молодое поколение интересуется, почему же до сих пор незаметны улучшения жизни. А гости из России возмущаются высоким ценам. Я бы спросил, скорее, вот, про цены. Очень большая разница по России. В Крыму очень много у меня знакомых с Россией приезжают. Все недовольны ни ценами, ни дорогами. Все не привыкли вот к такому качеству жизни, что очень поражает. Следует отметить, что на итоговой пресс-конференции Владимира Путина в Москве вопрос от крымских журналистов так и не прозвучал. Им просто не дали слова. Общественники и крымские журналисты совместно с Министерством инфрополитики Украины инициируют признание 26 февраля днем сопротивления крымчан российской оккупации полуострова. Такая инициатива родилась в преддверии второй годовщины аннексии Крыма. Сообщил о службе новостей «Волна» советник министра информполитики имене Джапар. По ее словам, День сопротивления будет посвящен участникам прошлогоднего многотысячного митинга, который вышел под стены крымского парламента, чтобы не допустить голосования о назначении незаконного референдума, повлекшего аннексию полуострова. Учитывая, что есть такой миф о том, что крымчане просто сдали Крым и ничего не делали, никаким образом не сопротивлялись оккупации, мы бы хотели развенчать этот миф тем, чтобы 26 февраля ввести в информационное поле Украины как День сопротивления, поскольку этот день у нас был, и мы должны о нем говорить. Масштабная акция протеста под стенами парламента 26 февраля прошлого года позволила отсрочить голосование крымских парламентариев о назначении незаконного референдума. Крыма! Мир! Крыма! Мир! Крыма! Мир! Крыма! Мир! Однако уже на следующий день начался полномасштабный захват Крыма российскими войсками. А уже через несколько месяцев после этого оккупационная прокуратура полуострова начала привлекать участников митинга к уголовной ответственности. Судьи над фигурантами так называемого дела 26 февраля продолжаются почти год. Этим и другим фактам нарушений прав человека в Крыму посвятят свои эфиры ряд украинских телеканалов, которые готовят телемост ко второй годовщине оккупации полуострова. Каждый эфир будет сопровождаться слоганами, однако организаторы их пока не раскрывают. Мы искали слоганы, поскольку Крым – это Украина, это прошлогодняя информационная компания. Сейчас у нас есть несколько рабочих версий. Это big idea, то есть вот той идеей, вокруг которой вся информационная компания будет выстраиваться, пока не могу озвучивать. Помимо этого мы, конечно же, будем запускать социальную рекламу. Сейчас я ждет подготовки 5-6 социальных роликов, которые будут транслироваться на украинских телеканалах, посвященные теме оккупации Крыма и нарушению прав человека. К инициативам относительно акции ко второй годовщине оккупации Крыма планируют привлечь и мировую общественность. В ближайшее время силами Мининфорполитики, МИДа Украины и Украинского кризисного медиа-центра будут выходить еженедельные дайджесты новостей о ситуации в Крыму на английском, испанском, французском и немецком языках. Он будет рассылаться всем международным дипломатическим ведомствам, представленным в Украине. Это, по задумке инициаторов, позволит вывести крымскую тему на широкие международные площадки. Датой начала российской оккупации Крыма Верховная Рада, напомним, определила 20 февраля. Этот день также вошел в историю, как день российского военного вторжения на территорию Украины. В городе Ирпень появился новый общественный центр для переселенцев, которые переехали в Киевскую область. На переделку здания заброшенного ликероводочного завода в общественный центр потребовалось полгода. Презентация состоялась в рамках проекта по социальной интеграции и примирении внутренне перемещенных лиц. Центр создали активисты общественных организаций и волонтеры, которые получили поддержку от Европейского Союза. По словам координаторов проекта, город Ирпень и близлежащие поселки уже давно нуждались в подобном общественном центре. Ведь с начала массового переселения граждан из Крыма и востока Украины здесь нашли новый дом более 7 тысяч людей. А это почти пятая часть всех переселенцев, которые сейчас живут в Киевской области. В рамках проекта в центре готовы предоставить помощь социальной и психологической адаптации, помочь найти жилье и дело по душе на новом месте. По словам зонального координатора проекта ЕС – социальной интеграции и примирения внутренне перемещенных семей и детей в Киевской области, Натальи Топчий, в центре есть место для встреч, консультации и общения, а также игровая комната для детей. А на кухне можно приготовить чай и посидеть за праздничным столом. Мы искусственно что-то сделали? Нет, мы только сделали помещение для тех активностей, чтобы собрать их здесь, чтобы сюда их пригласить, чтобы было оборудованное пространство. Работа уже была, деятельность уже происходила, люди активности уже проявляли и просто не было такого вот дома. Центр станет местом проведения бесплатных тренингов для молодежи, семей с детьми, а также специалистов, работающих с переселенцами. Отдельное обучение здесь готовы предоставить волонтерам. Координаторы проекта отмечают, здания доступны не только вынужденным переселенцам, но и местным жителям. В любую свою деятельность мы пытаемся опирать на засады интеграции внутренних перемещенных людей в местные громады. Не делать перекосы, не допускать однобокостей, не створить чего-то для внутренних перемещенных, потому что это, наоборот, тогда усиляет конфронтацию с местными населениями. Несмотря на работу активистов и волонтеров, основными нужными переселенцев по-прежнему остаются жилье и работа. Поэтому организаторы проекта предоставляют нуждающимся семьям переселенцев финансовую и материальную поддержку. Помещение для центра выделил городской совет. Ремонтные работы и закупку всего необходимого оборудования для центра осуществили на средства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Редактор субтитров А.Семкин